Друзья, всем привет! Приветствую вас на своем канале. Ну что, март месяц и у нас открывается сезон выбора и покупки автомобилей. Естественно, уже начинает теплеть и каждый хочет заменить автомобиль. Поэтому я продолжаю свою рубрику обзора цен на авторынке в Малиновке, Беларусь. Для России никаких растроможек не надо, только утилизационный сбор. Итак, приступим к обзору цен. Кстати, хочу вам сказать, если вы выбираете себе автомобиль Рено и вы не знаете, оригинальный пробег или нет, на каком пробеге менялся ремень ГРМ, историю обслуживания, многое другое, вы можете ко мне обратиться в социальные сети, я постараюсь вам помочь по автомобилям Рено. Поэтому пишите, обращайтесь. Но мы приступим к обзору цен. Это у нас Рено Каптюр, это, кстати, у нас Европейка, 1.5 дизель, 18-го года Механика, пробег 167 тысяч, цена 14800 долларов США. Вот такой вот Каптюр. Он, кстати, немножко меньше, чем российский вариант. Видите, отличается немножко, да? Два дня в РБ по панели не знаю, я, если честно, эти Каптюры-то не очень-то и российские, но, в принципе, модель неплохая. Вот, кстати, Рено Каджар, уже вариант, конечно, поинтереснее. Это у нас 18-й год, дизель, автомат, без пробега по РБ, пробег 177 тысяч и цена 17900 долларов США. Вот такой вот Каджар. Ну, естественно, пробег оригинальный можно проверить у меня. Смотрим дальше. Порш, ну, уже такой, если честно, как по внешнему виду, немножко уставший Каен. Год 13-й, автомат, пробег 137 тысяч и цена 36500 долларов США. Вот такой вот автомобиль. Дальше у нас идет что-то, вот я смотрю, много Рено, да? И сейчас, вы знаете, эти модели очень-то и популярные становятся. У меня у самого Рено Сцени доволен очень. Так, Рено Сцени Грант, дизель, 2017 года автомат, без пробега по РБ. И цена у него 18500 долларов США. Ну, комплектация хорошая. Посмотрите, большая мультимедиа, кожаный салон, панорамы нету, электронная панель приборов, заводские шторки, что тоже неплохо. Вот так вот он выглядит. Мне, в принципе, Грант не очень нравится за счет своей задней части, но многим нужен большой багажник, и Грант, наоборот, людям нравится. Мне нравится мой Сцени Каратыш 4, я, в принципе, очень доволен. Как-то так. Ну, кому нужен багажник побольше, это, конечно, однозначно надо Грант. Так, дальше идет у нас Вольво XC60, 2.0 дизель, 190 лошадиных сил, 2020 года выпуска, автомат i-Syn, и цена у него 35750 долларов США. Вот такая вот Вольво. Вольво тоже, конечно, внешний вид очень-очень красивый, современный, интересный. Мне нравится. О, Джетта. Джетта, давайте посмотрим Джетта, а что скажут, седаны совсем не показываю. Вольксваген Джетта, 2022 года выпуска, 1.5 бензин, автомат, 40 тысяч кмэ, оригинал, цена 24950 долларов США. Вот такой вот автомобиль. Дальше перейдем к универсалу Peugeot. Автомат. Это у нас Peugeot 508, 2016 года выпуска, 1.6 дизель, автомат i-Syn, 195 тысяч кмэ. Км пробега, 14250 долларов США. Вот такой автомобиль. Давайте посмотрим Opel. Opel Astra K, 2019 года выпуска, 172 тысячи километров пробег, автоматическая коробка передач, 1.6 дизель, цена 13950 долларов США. Volkswagen электричка, это у нас ID.4 PUR. Новое авто, 55 киловатт, 170 лошадиных сил, 425 километров запас хода, зарядка полтора часа, цена 26990 долларов США. Вот такой автомобильчик. Ох, прямо там коврики, чехлы. Все красиво сделано. Вот такой вот аппарат. Еще один представитель Renault, это у нас Renault S-Pace. Вот вы знаете, S-Pace мне нравится, вот на будущий автомобиль уже, наверное, поглядываю. Это у нас S-Pace, хорошая комплектация, 2019 года выпуска, 2.0 дизель, автомат, максимальная комплектация. И цена 24300 долларов США. Светлый салон уже вижу, интересно. Кожа. А, комбинированная, видите, вверх светлый, низ у нас темный. И комбинированная консоль, ну так себе. Что-то, что-то они там немножко намудрили. Ну, может быть. Но зато вижу и подогрев, и массаж сиденья, подогрев руля, панорамная крыша. Да, действительно, что только в ней нету. Заводские шторки, много чего, большой багажник и, скорее всего, 7 мест. Вот такой вот интересный автомобиль. А давайте посмотрим, почем нынче Мерседесы, да? Мерседес ГЛЦ 300, 2016 год выпуска, автомат, 2.0 бензин, 249 лошадиных сил, 96 тысяч километров пробег и цена 27700 долларов США. Вот такой вот автомобиль. Представитель Peugeot. Это у нас Peugeot 5008, GT-Line, 1.5 дизель, 2020 года выпуска, автомат, 7 мест, цена 21 977 долларов США. Напомню, что все автомобили растаможены. Внутри очень красиво. Вот Peugeot, ну, молодцы, молодцы. Нравится мне, как делают. Промаркированные стекла от угона. Тоже, в принципе, такая фишка из Европы может быть. Тоже неплохо. Все стеклушки промаркированы. Вот такой вот вариант. Ford Kuga ST-Line, 1.5 бензин, автомат, 2019 года выпуска, подключаемый полный привод, 129 тысяч километров пробег и цена 21 499 долларов США. Ну, выглядит так, вы знаете, я даже с той стороны подошел, очень так приятно, белый насыщенный цвет такой и достойно смотрится. Интересный вариант. Дальше у нас идет Lexus NX300H, бензин-гибрид, автомат, 2019 года выпуска, пробег 82 тысячи и цена 33 400 долларов США. Вот такой гибрид. Renault Megane 4, 2020 года, дизель, 1.5, механика, 131 тысячи километров пробега, 14 750 долларов США. Ну что, друзья, пишите в комментариях, что вы думаете по поводу этих цен. Дорого, дешево, но мне кажется, цены сейчас почему-то поднимаются. Еще обещают, что утильсбор поднимется, еще что-то. Поэтому приезжайте за машинами пока вот такие цены. Ну, я думаю, что всегда на рынке можно поторговаться и цену немножко опускать. Все, друзья, всем до новых встреч. Пока. Пока.